МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый северный город Казахстана, Петропавловск. Свою историю он начал в середине 18 века. Тогда в целях укрепления рубежей Российской империи началось строительство крепостей вдоль Ишима. Одной из них стала крепость Петра и Павла. Место для строительства идеальное. С одной стороны Ишим шириной почти 50 метров, с другой высокий холм. Из соображений тактики то, что надо. На самом высоком месте дом великого казахского хана. Один из ярких людей истории – Аблайхан. Именно он объединил младший, средний и старший жус в единое казахское ханство. Именно здесь, в Петропавловске, по приказу Екатерины II, для него была построена резиденция. Побывать здесь и посмотреть, как жил великий хан, несомненно, одна из причин поехать в Петропавловск. Седла, оружие, печати и личные вещи хана – на все это можно посмотреть здесь и узнать немало интересных фактов о его жизни. Все экспонаты пропитаны духом того времени и подчеркивают значимость и величие Аблая. Дом деревянный. Здесь постарались восстановить интерьер времен императрицы. Покои богатые, и даже ковер был расшит золотом. Еще здесь сохранился Коран, который, по утверждению ученых, читал сам Аблайхан. На территории нашего музейного комплекса у нас представлены хозяйственные постройки. Это шашала, колодец, баня, домик для гостей и канцелярия. Мы хотели показать, именно передать атмосферу 17-18 века, быт и жизнь казахского народа. У стен крепости Аблайхан разрешил устраивать торги. На базар приезжало много купцов, ведь через Петропавловск проходили торговые пути из Индии, Китая и стран Средней Азии. И, конечно, русские купцы не могли остаться в стороне от таких грандиозных торгов. Многие из них даже осели в Петропавловске. Дома и постройки 18-19 века сохранились в идеальном состоянии. Посмотреть на памятники архитектуры и познакомиться с особым архитектурным стилем, присущим только этому городу, еще одна причина – приехать сюда. При постройке зданий использовался и стиль модерн, и аклектики у нас здесь, и стиль. И вот это вот сочетание в одном здании нескольких просто назвали в то время стилем «Сибирская барокко». И в основном эти здания у нас в стиле «Сибирского барокко». Они очень красивы тем, что, обратите внимание на здание, здесь присутствует кладка такая красивая. Называлась она «Подрасписку». Все казахстанцы знают, что в Петропавловске самый непредсказуемый и жесткий климат. Летом жара выше 40 градусов, а зимой морозы около 50. Однако есть здесь одно местечко, в котором всегда лето, всегда цветут цветы, пальмы и другие тропические растения. 106 лет назад на этом месте была построена теплица для выращивания репчатого лука и лаврового листа. Они были нужны для Сибирского консервного завода. Спустя 100 лет это место стало настоящим оазисом в центре города с очень суровым климатом. Побывать здесь и увидеть более тысячи видов растений со всего мира – несомненно, одна из причин – посетить Петропавловск. Здесь есть растения со всех материков. Это настоящая гордость северного региона страны. Старейший и самый большой в Казахстане крытый ботанический сад. Коллекция та, которая собрана здесь, а их почти две тысячи видов, многие из них из разных регионов Земли. Вот те растения, которые находятся над нами, это родина Чили, Южные Анды. Если нет этих растений в ботаническом саду, в каком-то, никто с тобой и разговаривать не будет. Это Арукари Чилийский. Сад – настоящая жемчужина северного Казахстана. Посетить его можно в любое время года. Одни горожане приходят сюда, чтобы устроить фотосессию, а другие – просто отдохнуть. Особенно это актуально, если до отпуска еще далеко. Очень напоминает это южные места, как в Крыму, как в Сочи. И когда нет такой возможности выехать, это у нас место просто нас очень сильно выручает. Несмотря на то, что климат в северном Казахстане довольно суровый, природа не обделила край красотой и живописными пейзажами. Озера Шалкар и Имантау, чистая вода и воздух, леса, обилие целебных трав и цветов. Для горожанина, уставшего от суеты, здесь настоящий рай. Путь от Петропавловска до пантолечебницы занимает около 3-4 часов. Едут сюда в надежде отдохнуть и поправить здоровье. А лечат здесь лекарствами из пантов-морала. Рога моралов-пантов, они содержат 18 аминокислот. В природе у нас всего 20 аминокислот. Очень хорошо действуют для поддержания иммунитета, общей укрепляющей терапии. Поэтому лечение пантов-морала, оно очень эффективное и имеется хороший эффект. Моралы – одни из самых почитаемых животных в мифологии и истории. Например, кочевники Алтая считали, что у них есть душа, как у человека, и моралы – посредники между мирами. Сейчас же все это красивые легенды, которые рассказывают отдыхающим. Но к оленям, как и раньше, относятся с теплотой и заботой. На зиму заготавливаем сено, веники, в основном осина. Они питаются корой. С одного морала в год можно получить около 10 килограммов пантов. Упоминания о лечении рогами встречаются в древнейшем учебнике по тибетской медицине Джудши. В Китае и на Тибете об этом лекарстве знали уже 3000 лет назад. После лечения больные отмечают, пациенты отмечают прилив сил, здоровье улучшается, ну и трудоспособность повышается. Особое отношение в Северном Казахстане и к лошадям. Археологи давно доказали, что именно здесь впервые была домашняя лошадь. Здесь, на территории современного Казахстана, ее стали использовать в хозяйстве. Впервые проехали на лошади, пили ее молоко и использовали ее силу в поле. Многие ученые считают, что именно лошадь – двигатель прогресса в истории. Умнейшее животное, умнейшее просто, красивейшее, умнейшее и, я говорю, исторические события, связанные, мы говорим, с человеком, которому помогла лошадь. Лошадь – это же удивительное животное само по себе вообще. Если бы не было у человека лошади, то есть на планете бы не было лошади, представь себе, ход исторических событий пошел бы совершенно по иному пути. Мы бы сейчас совершенно по-другому жили. Лошадь, я бы сказал, создала историю. Здесь можно встретить все породы и масти лошадей. Но именно североказахстанские лошади – самые сильные и выносливые, зачастую становятся победителями казахского национального вида состязаний – байги. Тут никакого секрета нет, уверяют специалисты. Гены казахской степной лошади, жившей здесь 5000 лет назад, унаследовали почти все современные скакуны. Сегодня мы с вами знаем и там рысаки всевозможные, тяжеловозы, там очень много пород. Но вот основу все-таки дала та лошадь. И сегодня, если рассматривать все эти породы, которые мы с вами знаем, как остеологи нам говорили о том, что вот самая близкая к ним – это вот эта казахская степная обычная лошадь, которая у нас гуляет. Северный Казахстан – один из самых интересных регионов страны. Бескрайние ковыльные степи и непроходимые леса, огромные посевы пшеницы и луга с полевыми цветами. Летом здесь можно наслаждаться изобилием зелени и чистым воздухом, зимой – попасть в добрую сказку с трескучими морозами и снегопадами. Если вам скажут, что Северный Казахстан холодный и негостеприимный, то не верьте им. Лучше приезжайте сюда, чтобы увидеть его красоты и убедиться в обратном. Редактор субтитров А.Семкин